Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 10 сентября. Житие и страдания святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Три девы, Минодора, Митродора и Нимфодора, принесли себя в дар Пресвятой Троицы. Иные приносят дары Богу от своего имения, подобно тому, как некогда три восточных царя принесли ему золото, ладан и смирну. Девы же святые принесли Богу дары от внутренних своих сокровищ. Они принесли ему вместо золота свои души, искупленные не тленным золотом, а честную кровью непорочного агнца. Вместо ладана принесли чистую совесть, говоря вместе с апостолом, мы есть Христово благоухание. И без нас смирны принесли в дар Господу самое тело, отдавшее его еще в непорочном девстве на раны за Христа. Святые девы твердо были убеждены в том, что Господь требует не временного богатства нашего, но нас самих, как некогда сказал Давид, «Господь мой ты, его благо мои тебе не нужны». Поэтому они принесли в жертву Богу самих себя, как это ясно видно из святой их жизни и мужественных страданий. Святые девы родились в Стефинии, сестры по плоти, они остались сестрами и по духу. Ибо единодушно предпочти лучше служить Богу, нежели быть рабынями мира и всей его суеты. Желая же вместе с душой и тело сохранить неоскверненным и в совершенной чистоте соединиться с чистым женихом своим, Христом Господом, святые девы последовали его призву, «Выйдите от среды людей сих и отлучитесь, и не прикасайтесь к нечистоте, и я приму вас». Всего более возлюбив девическую чистоту и, зная, как трудно сохранить эту чистоту среди народа, склонного к любодеянию и непрестанному греху, святые девы оставили людское общество и, отстранив себя от всего мира, поселились в уединенном месте. Подобно тому, как воды, речные, впадающие в море, лишь только сольются с морскими водами, точно стеряют свои сладости, становятся солеными. И чистота душевная, пребывая среди мира, не может не заразиться его свастолюбием. Так дочь Якова Дина сохраняла свою девическую чистоту, пока не отдала себя в языческий город Сихем. Но как только познакомилась с жившими в том городе дочерми и вступила с ними в общение, тотчас погубила свое девство. «Мир сей со своими тремя дочерми, похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской, тот же Сихем, и ни о чем другом не заботится, как только причинить вред тем, кто питает к нему любовь. Как смола чернит прикасающихся к ней, так и мир делает почитателей своих скверными и нечистыми. Поэтому блажен тот, кто избегает мира, чтобы не запятнать себя его нечистотою. Блаженны эти три девы, бежавшие от мира и от злых его дочерей. Не очернили святых дев мирские скверны, и они остались чистыми, как белые голубки, летая на крыльях добродетелей и боговедения, по горам, по пустыням, желая найти приют, как в гнезде, в любви божественной. Так у пустынников, живущих вне суетного мира, бывает одно только непрестанное стремление к Богу. Для своего местопребывания святые девы избрали один высокий пустынный холм, находившийся в двух поприщах от теплых источников в питьях. Поприще – мера расстояния. Два поприща составляют 1380 сажен, или 2,75 версты. Поселившись здесь, они обрели тихое пристанище и надежный покой и проводили свою жизнь в посте и непрестанных молитвах. Святые девы скрыли свою идиллическую чистоту отзоров людских в пустыне и вознесли чистоту сию на высокий холм, чтобы ее видели ангелы. Они зашли на самую вершину горы, чтобы, отряхнувших прах земной, удобнее приблизиться к небу. О том, как добродетельна была их жизнь, можно судить по самому месту их пребывания. Ибо что означают пустыни, как не отвержение всего и уединение? О чем и свидетельствует высокий холм, как не о богомыслии. Что знаменные теплые воды, при коих поселились святые девы, как несердечные в теплоту к Богу. Как израильтяне, избавившись от рабства египетского, должны были пройти пустыню, так святые девы, вышедшие из мира, возлюбили пустынную жизнь. Как Моисей, взойдя на горы, узрел Бога, так и они, обитая на высоком холме и возводя очи своих Господу, ясно создацали его своим умственным взором. Как в пустыне из камня от удара в него жезлом истекали воды, так от смиряющих ударов в грудь и лились из-за тех святых дев в потоке слез. И эти горячие слезы такую не имели силу, какой не было у источников теплых вод. Воды могли омыть только телесную нечистоту, а слезы очищали душевные пороки и делали душу белее снега. Но что было очищать слезами у тех, кои очисти себя от всякой скверной телесной и душевной жили на земле, как ангелы? Если в чьем-либо сердце и могут зародиться слезы от воспоминаний о множестве грехов, то в этих чистых девах плач происходил только от любви к Богу. Ибо где любовь к Богу горит пламенным огнем, там не могут не быть потоки слез. Такова сила этого огня, что когда он возгорится, как в печи, в чьем-либо сердце, то насколько будет разрастаться пламя, настолько увеличится и роса. Ибо сколь велика любовь, столь велико и умиление. Слезы рождаются от любви. Потому и о Христе, когда он прослезился над Лазарем умершим, говорили, смотрите, как он любил его. Святые девы плакали, совершая свои молитвы, размышляя о Боге. Ибо они любили своего Господа и желали насытиться его лицезрением. Со слезами они ожидали того времени, когда увидят возлюбленного жениха небесного. Каждая из них повторяла слова Давида. Когда ты иду и вселюсь перед лицом Божиим, слезы мои были для меня хлебом день и ночь. И день и ночь мы плачем о том, говорили святые девы, что так долго не настает то время, когда мы явимся перед лицом сладчайшего жениха нашего Иисуса Христа. Насытиться видением коего мы так же сильно желаем, как олень жаждет, к источникам воды. Но не может укрыться город наверху горы. Так и святые девы, хотя в своей особенной жизни совершенно отстранили себя от мира, были явлены людям самим Богом. Чудесное исцеление больных, совершавшихся по молитвам святых дев, как громогласные трубы, пронесли о них весть по всей стране. Тогда царствовал злочистивый Максимиан, а страной Весинской управлял князь Франтон. Услышав о святых девах, князь повелел схватить их и привезти к нему. Христовы агнецы, коем и звери пустыны, не причинили никакого вреда. Были взяты людьми зверообразными и зверонравными и приведены к мучителю. Как три ангела стали три девицы на суде нечестицов. Им должно было предстоять самому, строиться славимому Богу, а не грешным людям, недостойным даже взирать на лица святых дев, сиявшие ангельской красотой и благодати Святого Духа. Сам мучитель удивился, как такая красота, такую он никогда не видал в царских дворцах, могла сохраниться в пустыне. Ибо хотя тело святых дев было совершенно изнурено от поста и многих подвигов, лица их не только не утратили своей девственной красоты, но еще более просияли ею. И где сердце было полно духовной радости и веселья, там не могла увянуть красота лица. Сердце вестелящиеся, говорится в том Писании, лицо светет. Притя 15-13. И если в воздержании не все такое, что вместо изнурения придает лицам человеческим красоту, так некогда Даниил и с ним три отрока, хотя же лишь в посте и в воздержании, но красотой своей выделялись из всех отраков царских. То же было и со святыми делами, и красота этих цветков в пустыне дочерей Божьих, превосходившая всякую красоту дочерей мирских, была непостижима для ума человеческого. Князь прежде всего просил святых дев, как их зовут и откуда они родом. Они отвечали, что по имени Христа они называются христианками, а при святом крещении даны им имена Нинадора, Нитродора и Нюфадора, что они родные сестры и родились в этой же стране Ефиниской. Князь продолжал речь свою и, надеясь ласками привезти святых дев к своему злочести, сказал им, «Прекрасные девы, великие боги наши возлюбили вас и почтили такую красотою, они готовы еще почтить вас и большим богатством, только воздайте им честь, и вместе с нами поклонитесь им и принесите им жертву. Я же воздам вам хвалу перед царем, и когда увидит вас царь, возлюбит вас и почтит многими дарами, выдаст вас замуж за великих сановников, и вы, больше чем другие жены, будете наслаждаться честью, славою и богатством». Тогда старшая сестра Минадора сказала, «Бог сотворил нас по своему образу и подобию, и мы поклоняемся Ему». И о них богах мы не хотим и слышать. Дары же вашей почести так же нужны нам, как нужен кому-либо сорв ногами попираемый. Ты обещаешь нам от твоего царя благородных мужей, но кто же может быть лучше Господа нашего Иисуса Христа, коему мы с верой уневестили себя? С Ним наступили в чистое супружество, к Нему прилепились душою, с Ним соединились в любви. Он наша честь, слава, богатство. И никто, не только ты, не твой царь, весь мир сей не в силах разлучить нас. Митрадора, вторая сестра, сказала, «Какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит? Что такое для нас мир этот против возлюбленного жениха и Господа нашего? То же, что грязь против золота, тьма против солнца, желчь против меда. Уже ли же мы ради суетного мира изменим Господу в любви и погубим свои души? Никогда! «Много вы говорите», — сказал мучитель, «потому что не видели мучения, не приняли ран. Иначе вы будете говорить, когда узнаете их». «Уже ли ты думаешь?» — смело отвечала младшая сестра Нимфодора. «Устрашишь нас мучениями и жестокими ранами. Собери сюда со всей вселенной орудия мучений, мечи, рожны, когти железные. Призови со всего света всех мучителей, соедини вместе всевозможные мучения и предай им наше слабое тело». И увидишь ты, что скорее сокрушатся все те орудия у всех мучителей, и устанут руки, и все виды мучений твоих истощатся, нежели мы отвернемся от Христа нашего. Горькие муки за Него для нас будут сладким раем, а смерть временная — вечной жизнью. Но князь продолжал их убеждать. «Советую я вам», — говорил он, — «как отец, «послушайте меня, дети, и принесите жертву нашим богам». «Вы, родные сестры, не захотите же вы видеть друг друга в стыде, бесчестии и муках? Не захотите видеть вашу красоту увядающей? Не правда ли, — говорю я, — разве не на пользу вам мои слова?» «Поистине даю я вам отеческий совет, потому что не желаю видеть вас обнаженными, битыми, терзаемыми и раздробляемыми на части. Исполните же мою волю, чтобы не только у меня, но и у царя могли бы приобрести благоволение и, получив все благо, прожить всю жизнь в благополучии. Если же вы не послушаете меня теперь, то хотя же будете преданы горьким мучениям и тяжким болезням, и красота ваша погибнет. — Судья, — сказала Минадора, — нам неприятны твои ласкания, и угрозы твои нам не страшны. Мы знаем, что наслаждаться с вами богатством, славой и всеми временными удовольствиями — это то же, что приготовлять себе вечную горесть в аду. Терпеть же за Христа временные мучения, значит заслужить вечную радость на небесах. То благо получи, какое ты нам обещаешь, непостоянно. Мучения, какими ты грозишь, нам временны. Мучения же, уготованные нашим владыкой и тем, кто ненавидит его, вечны. И множество милости, хранимой им для любящих его, бесконечно. Мы не желаем ваших скоро приходящих благ и временных мучений ваших не боимся. Страшимся же мук адских и стремимся к благам небесным, потому что они вечны. Но самое главное, так как мы любим Христа, жениха нашего, то единодушно желаем за Него умереть и умереть вместе, чтобы видно было, что мы сестры еще более по духу, нежели по телу. Как одна утроба произвела нас в мир, так пусть и одна смерть изведет нас из мира сего. Пусть один чертог спасов примет нас, и там пребудем вовеки. После этих слов она возвела очи свои на небо и сказала, Иисусе Христе Божий наш, мы не отвергаемся от Тебя перед людьми, не отвергнись и Ты от нас перед Отцом Твоим Небесным. И снова обратясь к мучителю, стала говорить, Мучай же нас, судья, уязвляя ранами то тело, которое кажется Тебе прекрасным. Для тела нашего не может быть высшего украшения, ни золота, ни женщин, ни многоценных одежд, чем раны за Христа нашего, каковы мы давно желаем принять. «Ты старшая по возрасту и по разуму», сказал ей князь, «и должна бы других учить повиноваться велениям царским и нашим, а ты сама не слушаешь и сих развращаешь. Умоляю тебя, послушай же меня, исполни, что я тебе повелеваю, поклонись богам, чтобы и сестры твои, следуя твоему примеру, сделали то же». «Напрасно ты трудишься, князь», отвечала святая. «Напрасно стараешься отлучить нас от Христа и склонить нас к поклонению идолам, коих вы называете богами. Ни я, ни сестры мои не сделаем этого, ибо у нас одна душа, одна мысль, одно сердце, любящие Христа. Поэтому советую тебе не тратить более слов, а испытать нас самим делом. «Бей нас, сяки, жги, раздробляй на части. Тогда увидишь, послушаем ли мы твоего безбожного повеления. Христовы мы, и умереть за Христа готовы». Выслушав такую речь, князь Франтон пришел в ярость и весь твой гнев излил на Минадору. Удалив двух младших сестер, он приказал раздеть Минадору до нога и бить ее. Четыре палача стали бить святую, а Глашатый в это время воспитал, «Воздай честь богам и хвалу царей, не оскорбляй наших законов». Два часа били святую Минадору. Наконец, мучитель сказал ей, «Принеси же богам жертву!» «Ничего другого я и не делаю», ответила мученица, «как только приношу жертву». «Разве ты не видишь, что я всю себя принесла в жертву Богу моему?» Тогда мучитель приказал слугам бить святую Минадору еще сильнее. И били ее по всему телу немилосердно, сокрушая суставы, ломая кости и раздробляя тело. Но святая дева, объятая пламенной любовью и стремлением к бессмертному своему жениху, доблестно терпела муки, как бы не чувствуя боли. Наконец она воскликла из глубины сердца, «Господи Иисусе Христе, веселье моей и любовь моего сердца, к тебе прибегаю, надежда моя, молю тебя, примись миром душу мою». С этой молитвой святая испустила дух и отошла к своему возлюбленному жениху вместо многоценных украшений вся покрытая ранами. Спустя четыре дня мучитель призвал на суд Митродору и Нимфодору и приказал принести и положить у ног их мертвое тело старшей их сестры. Честное тело святой Минадоры лежало ногое без всякого покрова. Оно с ног до головы было покрыто ранами, все суставы были сокрушены. Такое зрелище у всех вызвало глубокое сострадание. Мучитель, как бы хотел сказать юным девам, видите, что стало с вашей сестрой, тоже будет и с вами. Он надеялся, что при виде тела своей сестры, такой жестокостью замученной, дева устрашаться и исполнит его волю. Все предстоящие, смотря на истерзанное мертвое тело, не могли заглушить в себе естественной жалости и не скрывали слез своих. Один только мучитель был тверд, как камень, и только еще более ожесточался. Хотя сама природа и любовь к своей сестре побуждали святых, где в Митродору и Нимфодору к слезам, но еще большая любовь ко Христу удерживала их от платья. У них была твердая надежда, что их сестра уже наслаждается весельем в чертоге своего жениха и ждет, что и они, украшенные таковыми же ранами, поспешат предстать пред лицом всевожделенного Господа. Посему, взирая на лежащее перед ними святое тело, они говорили, «Благословенно ты, сестра и матерь наша! Ты удостоилась мутинического венца и вошла в чертог жениха твоего! помолись помолись при благому Господу коего ты ныне видишь, чтобы он теперь же повелел и нам прийти к нему твоим путем, удостоил нас поклониться ему, великому Богу, насладиться любовью его и вечным с ним весельем. А вы, мучители, для чего медлите и не убиваете нас? Зачем лишаете участи нашей возлюбленной сестры? Почему тот час не подносите нам в смертную чашу, коей мы жаждем, как сладчайшего питья? Вот, кости наши готовы на раздробление, ребра готовы на жжение, тело на расчезание, глава на отсечение, сердце на мужественное терпение. Начинайте же свое дело, не ждите от нас боли и ничего. Мы не преклоним колен перед ложными богами. Вы видите, как мы усердно желаем смерти. Чего же вы еще хотите? Умереть вместе с сестрой нашей за Христа Господа жениха нашего прелюбезного. Вот наше единственное желание. Судья видел, как они бесстрашны и верил, что их желание смерти за Христа непреклонно. Однако все еще старался ласками привести их единомыслию с ним и с лукавством продолжал уговаривать их. Но сестры отвечали, когда же ты перестанешь, окаянный мучитель, противиться нашему твердому решению? Ты знаешь, что мы от одного корня ветви, что мы родные сестры. Будь же уверен, что мы мысль одну имеем. Ты мог уразуметь это от той же замученной тобой сестры нашей, если она, не имея перед глазами своими ни одного примера мужества страданий, проявила такое непобедимое терпение, то что же должны сделать мы, при виде нашей сестры, подавшей нам с собой пример? Разве ты не видишь, как она, хотя и лежит сомкнутыми устами, своими открытыми ранами получает нас и увещевает к страдальческому подбегу? Нет, мы не разлучимся с ней, не разорвем родственного нашего союза, но умрем за Христа так же, как и она умерла. Отрекаемся от богатств вами обещанных, отрекаемся от славы и от всего, что из земли и в землю снова возвратится, отрекаемся от смертных женихов, так как имеем нетленного. Его только одного мы любим и ему вместо приданного приносим нашу смерть, чтобы сподобиться бессмертие вечным чистым и святом его чертоге. Потеряв тогда всякую надежду, мучитель пришел в страшную ярость и, удалив младшую сестру, велел повесить Митродору и опалять ее тело свечами. Так мучили Митродору в продолжении двух часов. Претерпевая мучения, святая возводила свои очи к единому возлюбленному жениху своему, за коего она страдала, прося у него помощи. Ее сняли с дерева паленую, как уголь, но мучитель велел сильно бить ее железными жезлами, сокрушая все ее члены. В таких мучениях, святая Митродора, призывая Господа, предала в его руки чистую свою душу. Когда она скончалась, привели третью агницу Христову Нимфодору, чтобы она увидела мертвые тела своих сестер двух и, устрашившись их жестокой смерти, отреклась от Христа. Князь стал с лукавством говорить ей «Прекрасная дева! В твоей красоте я изумляюсь больше, чем красоте других и сожалею о твоей молодости. Клянусь богами, что я полюбил тебя, как родную дочь. Поклонись только богам и тотчас заслужил царя великое благоволение. Он наградит тебя имением и осып предпочестями. Если же не сделаешь всего, так же погибнешь, как и твои сестры, коих тела перед тобою». Слава эти как ветер пронесли с ним уши святой девы. Она не только не внимала им, но с пренебрежением отзывалась об идолах идолопоклонниках и, как Давид говорила «Идолы имеют язык серебро и золото и дело рук а не человеческих. Подобны им да будут творящие их и беззаконник, видя, что словами он не добьется успеха, велел повесить ее ногую и строгать ее тело железными когтями. Она за таких муках не проявила ни малейшего нетерпения, не испустила ни крика, ни стона и только возводя свои очи на небо, безмолвно двигала своими устами, что было знаком ее усердной молитвы. И когда глашатый воспитал «Принеси жертву богам и будешь освобождена от мучений», святая говорила «Я принесла себя в жертву богу моему, страдание за него мне сладость, а смерть приобретение». Наконец мучитель велел бить ее железными жезлами до смерти, и святая Нимфодора была убита за исповедание Иисуса Христа. Так Троица Дев прославил своей страдальческой консиной пресвятую Троицу. Мучитель однако не удовольствовал со страданиями девиц, но и на мертвых уже излил свои неукротимую ярость. Он повелел развести большой костер и вернуть в него тела святых мучениц. Как только это было исполнено, вдруг с великим громом упал с неба огонь и мгновенно попалил князя Франтрона и всех его слуг, мучившись святых дев. На разведенный же костер пролился великий дождь и угосил огонь. Взяв тела святых, не поврежденные пламенем, верующие с чести предали их погребение, положив их близ теплых вод в одном гробе. Так тех, кого родила одна утроба, приняла один гроб, чтобы неразлучные при жизни были бы вместе и по смерти. Сестры на земле, они остались сестрами и на небе, сестры во гробе, сестры и в чертоге жениха своего. Над их телами соорудили во имя их храм, исцеление от них мощей истекали как реки в славу Пресвятой Троицы. Тех святых мучениц есть служба. Во славу Пресвятой Троицы и в память святых трех дев по молитвам коих и мы да сподобимся узреть Отца и Сына и Святого Духа Единого Бога Слава Ему Вовеки Аминь. Богу Нашему Слава Вовеки Веков Аминь. Просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала. Слава Троицы Слава Слава Аминь.